В эфире Фридома Сергей Рыженко, руководитель Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. Сергей Анатольевич, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. Добрый день, всем здоровья. Спасибо, взаимно. Сергей Анатольевич, в своем блоге, в фейсбуке вы пишете о реанимации больницы Мечникова. Жены, дочери и мамы здесь проливают слезы и все ради победы. В реанимации плачут даже стены. Сегодня годовщина полномасштабного вторжения. В целом же война России против Украины длится уже 9 лет. Скажите, о чем думали сегодняшним утром? Знаете, я всегда вспоминаю те события, которые были год назад, когда услышал первые взрывы. Это как в таком нереальном тяжелом кино. Когда ты приезжаешь на работу и ждешь, что вот-вот повезут сотни скорых пациентов. К сожалению, так и произошло. Люди и гражданские, и военные, абсолютно все страдают войну. Они не могут справиться с теми событиями и физически, и морально. И очень важно, чтобы все мы рядом им оказывали помощь. И психологическую, и медицинскую, и просто человеческую. Вот эти моменты в этот день были, наверное, самыми актуальными и самыми важными. Так что год прошел. Мы видим, что, к сожалению, много наших украинских братьев погибло. Много людей гражданских пострадало от ракетных ударов, от переселений, от тех проблем, которые возникли, по сути, везде на Восточной Украине. Я очень хочу, чтобы это все закончилось, и чтобы мы занимались только мирной жизнью, и давали людям здоровья, ну и добра побольше. Сергей Анатольевич, я не знаю, как на самом деле, поправьте меня, возможно, но вероятно, что за этот последний год количество вот тех, кому нужна была ваша помощь, помощь ваших коллег из больницы Мечникова, она, вероятно, ведь выросла в разы. И вот видел также снимок на вашей странице, и рассказ о пуле в голове 35-летнего молодого человека. Вот этот снимок. Сергей Анатольевич, как много подобных вызовов было за этот год? Знаете, очень много. Я не имею такой возможности говорить цифрами. Я знаю, что это еще время придет, но все эти моменты, которые сопрягаются между жизнью и смертью, они очень тяжелые. И когда смотришь на это сотый или тысячный раз, понимаешь, что человеческая жизнь по-настоящему бесценна, и надо спасать в любом моменте, независимо от поля или осколок, или, на первый взгляд, те ранения, которые кажутся непреодоримы для врача, мы все равно делаем все возможное, чтобы дать человеку возможность еще раз вздохнуть, еще раз увидеть окружающих, увидеть мир. До последней секунды, пока он жив, он должен понимать, что есть возле него помощь. Вот такой настрой сегодня у нас. И я горжусь тем, что есть такой коллектив, который меня поддерживает. А людей много, а людей много. В настоящее время это люди, которые приехали из Херсонска, из Донецка, из Луганска, из Харьковской области. Все они приезжают за помощью, и когда я вижу, что во дворе собираются сотни людей, еще до шести утра, мне хочется, чтобы быстрее это закончилось. Вы знаете, но ведь, вероятно, Путин в октябре думал по-другому. Он решил заморозить украинцев, погрузить нашу страну перед зимой во тьму, холод. Бесконечные ракетные атаки были по энергетической инфраструктуре, по другим объектам инфраструктуры. Эту войну, уже понятно, он тоже проиграл. Зима завершается, украинцы сильны. Скажите, медицинский фронт, он стоит? Абсолютно. Правильно вы сказали, он не только стоит, он еще на сегодняшний день побеждает. Побеждает жизнью, побеждает именно тем вдохновением, которое дают врачи и надеждами для молодых ребят и гражданских лиц в вопросах выживания. Я очень хочу, чтобы мы победили всей нашей страной большой Украины и сказали, мы выстоим. Это очень важно, потому что человек ни в коем случае не должен терять надежду до последней секунды, пока он жив. Сергей Анатольевич, вот обстрелы из РСЗО и минометов, они продолжаются, бомбят приграничные населенные пункты, бомбят освобожденный Херсон постоянно. Вот, знаете, будто из мести бьют прицельно по больницам, по роддомам. Что вы скажете о такой варварской тактике оккупантов? Знаете, ничеловеческие отношения никогда не были в приоритетах. Я понимаю, что военный должен воевать с военным, с женщинами, с детьми. Воевать не надо, им надо помогать. И вот на сегодняшний день люди, которые проводят вот такие массированные акции по роддомам, по больницам, вообще по людям, по гражданским, да и по военным, они по большому счету не могут себя называть людьми. Это изгои, изгои, которые хотят потушить себе какие-то комплексы. Хочется побыстрее, чтобы это все закончилось с нашей победой. Сергей Анатольевич, и еще о медиках, о наших медиках Украины, об их профессионализме давайте поговорим. Этот год, да и, наверное, предыдущие годы войны, наши врачи в таких условиях обрели невероятный опыт. Опыт спасения жизни тысяч людей. Вот скажите, пожалуйста, есть ли сейчас запросы со стороны зарубежных медиков получить или же наблюдать за вашим опытом? Делитесь ли вы таким опытом с коллегами из зарубежа? Очень много таких запросов. Если раньше мы больше ездили учиться у них, каким-то методикам передаваем в настоящее время целое паломничество людей, желающих безоплатно не только помогать лечить, а учиться у нас. Я это вижу, потому что каждый день или через день целые делегации, которые готовы снимать и гостиницы рядом, и жить просто в палате больничной, лишь бы получить этот тяжелый и бесценный опыт. Как бы вам сказать, это важно, но не хочется, чтобы этот опыт накапливался и продолжался, потому что все вокруг, я писал об этом, все вокруг уже плачет и стонет, потому что война разрушила многие семьи, многие жизни. Нам все надо сделать для победы, чтобы это все обязательно остановить. Еще о пациентах. Перед нашей беседой мы посмотрели сюжет о центре реабилитации. Сергей Анатольевич, как много таких вот парней или простых гражданских приходят к вам после выписки? Просто сказать спасибо. Знаете, приходят, даже пишут больше, чем приходят, потому что к нам выступают только крайне тяжелые пациенты. И когда они выживают, это уже подарок. И когда они еще могут ходить, и когда у них появляются близкие жены, находят их дети, это необыкновенная радость, потому что человек не будет брошен. Это очень важно, поддерживать коммуникации. Максимально стараемся это делать. Хотя понимаем, что охватить такое количество людей, которые приходят с пожеланиями и с просьбами, крайне тяжело. Сергей Анатольевич, и напоследок еще один вопрос. О чем помимо мира в нашей стране сейчас мечтает украинский медик? Вот если на минуту забыть о всех вызовах, которые стоят сейчас перед вами, и подумать исключительно о собственных желаниях. В первую очередь отдохнуть, в первую очередь выспаться, не слушать звонки ночью, не бегать по вызовам в приемное отделение или в реанимацию, или еще куда-то. Это отдых, семья, близкие, все то, что приносит душе радость. Вот самая большая мечта. Поверьте мне, ни о миллионах, ни о каких-то там поездках никто не мечтает просто отдохнуть. Пускай эти мечты поскорее исполнятся, пускай Украина скорее победит в этой войне, не спровоцированной войне России против Украины. Сергей Анатольевич, спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо огромное всем медикам за этот невероятный подвиг, за спасение тысяч жизней наших украинцев. Сергей Рыженко, руководитель Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, был с нами в эфире «Фридема». Всего доброго.